Друзья, всем привет и сразу к делу! Была у человека Lada Vesta SV Cross, потом X-Ray, а сейчас Fava. Как вам такой автомобиль? Посмотрите, 2 250 000 рублей и максимальная комплектация. Внешний вид, что она из себя представляет, зачем он ее купил, чем ему не понравился наш отечественный продукт. Обо всем этом прямо сейчас с отзывом владельца. Приятного просмотра, мы начинаем. Знакомьтесь, Даниил, человек непростой. Даниил диджей, 12 лет, работает диджеем, возможно где-то вы его довстречали. 30 лет человеку, женат, ребенок 2,5 года. Даниил, ну давай начнем от обратного. Ранее вы, насколько я знаю, проживали в центре города, Москва, все замечательно. И была у тебя Lada Vesta, ну ласточка. Lada Vesta была суперавтомобилем. Собственно, не так давно я получил права. Это был 20-й год. Прямо, получается, в начале пандемии. И, соответственно, встал вопрос о покупке автомобиля, потому что жена забеременела. Я понимаю, что с ребенком на автомобиле будет гораздо комфортнее, нежели чем такси, каршеринг, либо метро. Начинаю смотреть, что есть. Выбирал тогда из B-сегмента, это Volkswagen Polo, Skoda Rapid. Но приехал в Lada и дилеры показали мне SV Cross. Lada SV Cross, на которой я проездил пол России. Проехал на ней два с лишним года, больше 50 тысяч километров. И в ней не сломалось ничего. Это был мой, по сути, первый автомобиль на вариаторе в комплектации Black, там спецсерия, черная крыша, черный салон, все красиво. Я очень любил этот автомобиль, наверное, как и любой, кто покупает. А вот здесь, пожалуйста, подробнее. Получается, два с половиной года ты катаешься на новой тачке, все тебя устраивает, ничего не ломается. Зачем такое добро продавать и покупать себе X-Ray? Ребенок растет. Мы жили в центре, ну, в северо-западе, но близко к центру, на Полежаевской. Соответственно, ребенок растет. Мы живем в моей однокомнатной квартире, в которой я еще и до свадьбы сломал стену. То есть это как студия получается. Мы понимаем, что нам супер некомфортно вместе втроем находиться в таком сжатом пространстве и думаем о расширении. Соответственно, продаем эту квартиру. Она досталась от прабабушки по наследству. Половину денег забирают мои родители, половину денег мы вбухиваем в ипотеку от Пика по Новой Риге, 10 километров от Москвы. Это ЖК Линский-Луга. Покупаем там евро-трешку. И, соответственно, сейчас весной шло дело, даже уже зимой мы начали задумываться о ремонте, шло дело к ремонту, к переезду. Мы параллельно уже снимаем квартиру там, в соседнем доме, смотрим, как строится наш. Снимаем, что денег нам на ремонт не хватает, ровно столько, сколько надо было бы для переезда. И я решаю продавать Ладу Весту, также изучая рынок и понимаю, что ее можно очень выгодно продать. Я действительно ее очень выгодно продал. Покупал я ее в 2021 году, в начале 2021 года, это февраль, начало февраля, за миллион, 950 тысяч была цена. Ну, миллион будем считать. Я продал ее почти за миллион 400, спустя два года и 50 тысяч километров пробега. Вот, соответственно, половину денег я сразу оставил на переезд, на ремонт, на мебелировку и все прочее. А половину денег мы решили частично потратить на второй автомобиль и купили жене Ладу X-Ray Cross. Потому что уехали уже за город, общественным транспортом добираться неудобно и решили взять вторую машину. Таким образом, получается, вы продаете Весту, покупаете X-Ray, сколько вы на нем проездили? Мы на нем проездили с января до апреля, получается. Я не знаю, сколько это. Совсем чуть-чуть? Совсем чуть-чуть, потому что автомобиль вроде бы как по техническим характеристикам схож. Там такой же объем двигателя, такая же коробка, но он оказался очень тесным. И поскольку жена, как новый водитель, хотела больше ездить, я сидел как пассажир. И сзади меня сидела наша дочка на автокресле. И я упирался ногами в торпеду, в жесткий бардачок. А дочка топтала сидение сзади ножками, и там оставались постоянно следы. Мы решили, что автомобиль очень тесный. И, собственно, я задумался быстро о покупке чего-то другого. Вот здесь мы подводим черту. Коробчонка тесная, под вас не подходит абсолютно. В рамках какого бюджета вы смотрели новую машину? Сколько не должна она была превышать эту цифру? Я не смотрел на бюджет. Я смотрел на кредитные предложения, потому что все упиралось в ежемесячный платеж по кредиту, который я мог реально осилить. Потому что у нас еще аренда квартиры, ипотека. Жена не работает, сидит с ребенком. Ну и у меня тоже довольно нестабильная работа, которая полностью зависит от меня, а не от какого-то работодателя. И все упирается также в различные обстоятельства. Нормально, блин, нормально, друзья. Ипотека есть, аренда квартиры есть, жену надо содержать, ребенка надо содержать, тачку берешь в кредит. И ты еще диджей? Да. Красиво. Это мы еще обсудим с тобой. Ну давай теперь по существу. Что ты выбрал? Я честно скажу, друзья, я вот эту машину вживую вижу вообще первый раз. Когда ты написал, почему вообще я решил снять эту тачку, ну что-то реально необычное. Возможно, вы скажете, да ты что, фаф, он повсюду, он везде, но я его вижу просто впервые. И чем-то он мне напоминает джили, логотипы от какого-то, там, не знаю, даже, чем-то танка чуть-чуть, или линкольн, да. Друзья, вот так вот это все происходит. Ну расскажи нас с того, что это за комплектация, что вообще это есть тогда? Это максимальная комплектация Ultimate, как называют это китайцы. Комплектация с полуторалитровым турбированным двигателем на 160 лошадиных сил, то есть она попадает под налог. Налог порядка 10 тысяч в месяц, я изучал этот вопрос, но пока не знаю, сколько мне предстоит платить. Коробка робот семиступенчатый BorgWarner, который также ставится, насколько мне известно, на Volkswagen, на те же Tiguan. Сколько пробег сейчас у этой машины? Сейчас подходит пробег к трем тысячам и, соответственно, к первому ТО. Сегодня звонил, узнавал цену первого ТО, и мне объявили цену в 12 тысяч рублей. Хотя я ожидал раза в три меньше услышать. Ну на стороне, возможно, оно будет дешевле, опять же, новая тачка, хочешь быть на гарантии, и все, что с этим связано. Таким образом, машина прошла обкаточку в 3000 км. Давай так, по-живому, первое впечатление говно или уау? После X-Ray было ощущение корабля, как она переваливается через лежащие полицейские, как она съедает все неровности, как она держит дорогу. Отлично машина держит прямую. То есть прям вот первые впечатления, первую неделю я ездил, не мог нарадоваться. Я не топил на ней, то есть я проходил обкатку, даже, по-моему, больше 2500 оборотов не набирал. Все плавненько, все максимально бережно. И, конечно, был в восторге от автомобиля. Но с течением времени, то есть прошло уже почти месяц, можем считать, почти месяц, три недели, выявил для себя определенные минусы, но, опять же, не настолько значимые. Например, то, что очень сильно забрызгивается зад машины. У меня такого не было ни на Vesta, ни на X-Ray. В любой, даже самый маленький дождь, весь зад, он, получается, весь в какой-то грязи, в пыли. И, возможно, здесь помогут брызговики, которые я еще пока не установил просто. В целом, работа коробки, работа мотора также требует какого-то привыкания, потому что на вариаторе все понятно. Понятный разгон, понятное торможение двигателем. Здесь робот иногда чудит. И, соответственно, иногда приходится как-то подстраиваться под него и пытаться поймать момент, когда там вовремя отпустить и принажать педаль. Итак, мы отправляемся на тест-драйв. Я, в принципе, настроил автомобиль под себя. Друзья, ну, знаете, есть фраза. Лучший автомобиль – это новый автомобиль. Конечно, впечатляет, в силу того, что у тачки пробег всего лишь там 3000 км. Садишься, все новенькое, чувствуется, подвесочка вся такая собранная, сбитенькая. Только что мы тестировали тот самый Кайрон. Высокая машина, рамная, валкая такая, прям, ну, действительно, такой внедорожник назовем. А здесь вроде бы как не седан, но и в тот же момент не совсем высокая машина. И в силу того, что еще раз прям акцент делаю, новая тачка выехала из салона, обкаточку прошла. Машина так приятно довольно-таки рулится, особенно в городских режимах, что вот в повороты заходим. Ну, вот первые впечатления такие вполне положительные. Далее, по интерьеру автомобиля пока новый руль, да, вот ничего не затерто. Ну, приятная тачка. Ну, как нарисована графика, тут уже на вкус и цвет. Мне, например, синий цвет не очень нравится, но это вот мне не нравится. А кому как, смотрите сами. Обычно китайцы делают разнообразие, там, зеленый, красный, желтый, какой хочешь. Но здесь пока у вас такого разнообразия нету, правильно? То есть то, что мы видим, это не меняется. Раскладка только одна, да, она синяя. И в сочетании с красным салоном мы сначала немножко ужаснулись, потому что мы такие визуальные немножко эстеты. Но ты перестаешь замечать и салон, и цвет мультимедиа уже там через 3-5 дней владения. Когда ездишь, ты уже смотришь на дорогу, не смотришь на экран. Классно держит прямую, потому что X-Ray, например, вообще не держал прямую. Потому что стоило отпустить руль, как машина сразу прям уходит на пол пол полосы в сторону. Вот здесь все как бы более предсказуемо, понятно и стабильно, как по мне, поездовым качествам. Вот обратите внимание, смотрите, руль этот скошен. То есть руку положил на дальнее расстояние, я уже понимаю, что это так удобно. Раз, дальше, обратите внимание, нога у меня, коленка упирается, но вот эта часть, она мягенькая. Тоже, в принципе, удобно. Но если посмотреть, ну, вот, ты держишь все электроприключения, тоже удобно. Сейчас-то некоторые вообще от него отказываются. Либо его выводят, как это раньше было у американцев, на руль, либо ставят эти маленькие джойстики, как на BMW, там, на Range Rover, которые уже, в принципе, хрень полная, как по мне. Ну, вот, смотрите, 20 км, газку в пол. Ну, не вау, абсолютно не вау. Это не спорт режим еще. Ну, в спорт режиме, я думаю, мы бы прям быстрее не поехали, но просто смысл в том, что для меня ключевой, что когда ты нажимаешь на педаль газа, что нет, как минимум, хотя вот этого рева, который, как правило, бывает там на атмосферных моторах. Я всегда вспоминаю Mazda 6 твою, 2 литра, там нажимаешь в пол, вот она орет, а разгоняется, ну, может быть, пошустрее, чем твоя. Сколько здесь заявлено разгон? Здесь не такой он прям, чтобы спортивный, в районе 10 или 11 секунд. Ну, вот, Mazda у меня ехал 9,5, там, 9,8, плюс-минус так. Ну, это подчеркиваю, тоже 2 литра, но просто атмосферный. Но так, друзья, я вам честно скажу, ну, не дурно. Ну, реально не дурно. По вместительности, по интерьеру, то есть, что себя машина представляет, ну, не знаю. Вот ты с друзьями общался, не сказали они тебе, типа, блин, нахрен ты ее купил, нахрен, китаец, лошара, блядь, не такой стиль, не имиджевая тачка, надо было там бэху. Все мои знакомые сказали, вот этот автомобиль тебе подходит. То есть, после Лады они увидели вот этот черный автомобиль, подъезжающий там к ночному клубу, вот, на парковку. И все, включая там менеджеров, охранников, сказали, вот этот тебе подходит. Вот и по визуалу, и по наполнению. То есть, короче, ночная тусовка, скажем так, оценила выбор диджея? Ну, да. В социальных сетях выложил фотографию, когда автомобиля, именно в салоне, все подумали, что я купил себе Porsche. Порше? Все начали поздравлять с покупкой нового Porsche. И писать комментарии из разряда, где я пропустил момент, как ты пересел с Лады на Porsche. Опять же, если бы тачка стоила бы там миллиончик, не переживай, все под контролем, мы твою машину в трактор не запустим. Вот стоила бы она лям, как многие скажут, это вообще был изюм, по-любому надо было бы брать. Но, блин, 2250 тоже, как бы, нихрен собачий за такую машину. С точки зрения перевода и так далее, от работы, корректности, есть китайские какие-то косяки? С точки зрения работы мультимедиа пока косяков не выявил, хотя это одна из самых основных сторон любого китайского автомобиля, на которые большинство людей жалуются. Все говорят, что электроника слабая, что постоянно вылетают какие-то из ниоткуда ошибки. У меня пока одна ошибка была, один раз, я не прогрел достаточно двигатель, видимо, не прогрелось достаточно масла, и он мне написал, проверьте коробку. Но как только прогрелась до нужной температуры, ошибка и исчезла сама. Ну, а владельцы особо нареканий нету? Начитавшись вообще отзывов владельцев, насчет там и электроники, и якобы шумоизоляции, и всего прочего по автомобилю, опять же, там, качество краски, лакокрасочного покрытия, я не профессионал, я не разбираюсь, вот. Мы вообще отказались от покупки, но нас подкупило именно предложение дилера, прям вот в последний день мы все-таки забрали этот автомобиль. То есть, получается, негативные отзывы про машину ходят? Ходят, да, достаточно открыть официальный телеграмм, ну, не знаю, как это правильно, канал или чат владельцев Fav Best Tune T77. На данный момент там чуть больше 200 человек, это вот, ну, на всю Россию, чтобы вы понимали. Соответственно, людей мало, но кто-то уже проехал почти 15 тысяч на автомобиле, и да, отзывы есть. Но в целом, я катался на автомобиле мужчины, который проехал вот почти 15 тысяч километров, мы с ним прокатились до Шереметьево по быстрой скоростной трассе, он мне показал возможности, показал разгон, максимальную скорость, и меня все устроило. И даже как пассажира, вот, то есть, я прям кайфанул. И тогда точно решил, что, ну, все нормально. Друзья, ну, а я призываю вас написать развернутый комментарий, особенно владельцев этого автомобиля. Вот, прям давайте по существу. Плюсы автомобиля, почему вы его выбрали, из чего вы выбирали, и минусы. Что вам не нравится, чтобы люди, кто будут читать ваши комментарии, точно так же могли для себя почерпнуть полезную информацию. И сюжет посмотрел, и в тот же момент послушал отзывы владельцев. Товарищи предприниматели, информация для вас. Ваш бизнес масштабируется, и у вас встают новые задачи. Как видите контролировать работу всех сотрудников, даже тех, которые находятся вне офиса. А уже многим на помощь пришла IP-телефония для бизнеса UIS. Данный сервис показывает всю статистику внутри компании по звонкам. Будь этот сотрудник курьер с мобильным телефоном в подземке, или удаленщик, который как раз таки работает вне офиса. Все звонки между сотрудниками бесплатны, а разговоры записываются. И это помогает не только понять, как обслуживаются клиенты, но и передать опыт успешных менеджеров другим сотрудникам. Ну и так называемая вишенка на торте. Вся статистика и работа сотрудников видна онлайн в едином окне, что помогает собственнику и его руководителям держать все под контролем. Добавим к этому демократичные цены и звание народного лидера в сегменте по мнению рейтинга Яндекс. И получим то самое идеальное соотношение цена-качество. Рекомендую подключиться и попробовать все на себе. Ссылочку оставляю в описании, по которой вы сможете получить один месяц бесплатного обслуживания. UIS IP-телефония для бизнеса. Пользуйтесь на здоровье. С точки зрения вместительности, вот смотри, так визуально вроде бы неплохо и дверь задняя какая-то, как будто мне кажется, что она подлиннее. Но как минимум больше машины, чем та же самая Веста твоя предыдущая. Что скажешь? Да, машина по колесной базе, по своим габаритам больше, чем Веста. И, собственно, она, почему мы взяли именно этот автомобиль, выбирая между GIL Coolray и Amod C5, в принципе, одноклассники, которые по цене примерно на полмиллиона выходили бы дороже, ну, может быть, там на 300-400 тысяч дороже. В салоне удивительным образом все равно были теснее, нежели чем FAV. Соответственно, взяли по причине простора в салоне, дочка не достает теперь ногами до впереди стоящего кресла. Мы едем в комфорте, широкий салон, мы не толкаемся локтями с женой, все комфортно. Друзья, вот здесь я хочу сделать ваш акцент в силу того, что основная задача этих роликов – получить отзыв владельца и просто даже показать вам, что покупают люди и как они рассуждают при покупке. Ты смотрел Amod, известно, да, условно для нашей страны, Coolray, известно, но ключевой момент – народ голосует рублем. На эту машину, ну, мало кто из вас, наверное, обращал внимание, но по цене, по цене, да, и за полную комплектацию она, собственно, подкупает полностью. Привод у нас здесь точно так же, как везде, передний, собственно, вот такой кузов, вместительный багажник. Впервые вижу интерьер автомобиля. Ну и давай вспомним твои впечатления. Ты приехал один или с женой смотреть машину? Сначала приезжал один смотреть автомобиль, да, мне, конечно, подкупил интерьер. Правда, там был светлый салон, бежевый, который я сразу уже захотел, но затем, начитавшись отзывов и комментарии в самих даже менеджерах в дилерском центре, решил отказаться от светлого салона по причине того, что даже если взять какую-нибудь джинсовую куртку и положить руку на подлокотник, остаются якобы следы. Плюс у меня ребенок, который любит там иногда в дальней дороге что-то поесть на заднем диване, и, соответственно, решили отказаться в пользу черного салона. Но в дальнейшем, уже при финальной покупке, оказалась машина только в этом цвете, в черном цвете и в красном салоне. Соответственно, мы немножко были шокированы, потому что даже руководитель отдела продаж нам не сказал, какой точно будет цвет салона. Мы сначала ахнули такие, что, мол, красный цвет нам вообще как-то никуда и ни к чему. Но уже покатавшись около месяца, привыкли, и, в принципе, нас все устраивает и выглядит довольно спортивно, я бы сказал, довольно интересно. Еще в сочетании с верхним светлым салоном смотрится, в принципе, довольно не грустно. Слушай, ну, отмечу так, что, с одной стороны, вроде бы как красный, а с другой стороны, смотришь на раз на гелики, которые нынче 20-30 миллионов рублей. У них вот нечто подобное есть, Порше подобное, Мерседесы, то есть такие премиальные дорогие тачки тоже используют подобного рода сочетания. Слушай, ну, что по фишкам? У тебя два экрана. Да, экран, собственно, спидометра, тахометра, он не меняется, хотя сейчас в чате вот Фава, группы в России, в Телеграме, как-то нашли способ все-таки поставить сюда классические колодцы, тахометр и спидометр. Но здесь вот это мультимедиа выдает только такую раскладку, соответственно, здесь у нас 12,3 дюйма экран с андроидом, так я понимаю, но очень урезанным андроидом, который не дает подключение полноценное через Apple CarPlay или же Android Auto, но это решается USB-проводом, который прячется вот здесь, вот розеточка, включаем телефон через USB, и он просто транслирует наш экран телефона на вот этот экран. В принципе, навигатор работает и любые приложения, то есть он просто дублирует экран телефона. Но не глючит, все шустро работает, не подписает. Многие жалуются в Китае на электронику, в любом китайском автомобиле говорят, что часто глючит электроника. Я за 3000 километров не столкнулся ни с одним каким-то косяком, глюком, то есть все работает довольно плавно, отзывчиво, Bluetooth работает, здесь даже вроде как есть Wi-Fi в автомобиле, есть настройки автомобиля, там базовые настройки безопасности, адаптивный круиз-контроль, свет интеллектуальный, и всякие там предупреждения. Есть камера кругового обзора, но качество оставляет желать лучшим, хотя я не знаю, мне не с чем сравнить. Короче, как на японцах раньше были там, да? Владе у меня не было кругового обзора, вот он, 3D-обзор, и его нельзя покрутить, соответственно, он не крутится, и изображение вот он сейчас, потому что дверь открыта, искажает. Тебе, пожалуйста, короче, в силу того, что машина подешевле, чем конкуренты, вот на чем-то доподужались, на чем-то сэкономили. Ну, короче, после Лады, когда ты сел, салон, панорамная крыша, нихрена себе, примерно так. Да, панорамная крыша нас тоже очень подкупила, и особенно ребенка сзади. Дилеры дали мне автомобиль на тест-драйв, в сон ребенка я поехал, у меня дочка очень любит спать в машине, и вот мы полтора часа по Химкам, по пригороду катались, она спала, а я катался на тестовом ФАВе, и все было прекрасно. Короче, после этого приняли решение брать, да, наверное? Да, это уже было в момент оформления покупки, вот, уже было в день покупки, мы очень долго провели там, порядка 7 часов заняла у нас покупка, очень долго, но, тем не менее, автомобиль все равно забрали и уехали на нем. Одна из причин, чтобы места сзади было побольше, ну, давайте потестируем, сажусь, получается, за твоей супругой, либо за тобой, потому что ростом мы плюс-минус одинаковый, но, друзья, я вам так скажу, что реально ощущается пространство в машине. Вот, не знаю, как она выглядит по камере, еще что-то, над головой места хватает, вот так вот ты в спокойном режиме садишься, ну, вот, ножки свои раскинул, ну, все, что тебе еще надо? Если рассматривать тачку как городская, плюс выехать за город куда-то, вполне, как будет здесь на дальнее расстояние, большой вопрос, ну, опять же, смотря, кто будет ехать, одно дело человек, которому там 30, 40, 50 лет, у которого больная спина, ему, в принципе, тяжело сидеть даже дома на кресле, другое дело, ребенок в кресле сидит, играется, швыряется печеньями, ну, и прочее. Это уже совсем другая история, поэтому каждая машина покупается индивидуально. Давайте посмотрим вместительность багажника. Bestune? Bestune, Bestune, я не знаю, как правильно, Bestune T77, все шильдики нам говорят. Ты вообще как про эту машину узнал? Я узнал о ней еще зимой, когда мы покупали X-Ray, они уже стояли в дилерских центрах Lada, и, соответственно, нам предложили вместо X-Ray рассмотреть к покупке вот такой вариант. Но тогда у нас был бюджет до миллиона, ну, мы себе точно обозначили, а этот автомобиль уже стоил там больше двух миллионов. Тогда еще дешевле был, чем мы его взяли уже в апреле. Вот давай, Андрей, ответим сразу на такие главные вопросы. Люди скажут, что купил ты хрень, китаец, помойка, ломучее говно, бесперспективная машина. В дальнейшем у тебя с ней могут быть проблемы, которых на сегодняшний день ты не знаешь, но потом они тебе аукнутся, а типа, неизвестно, как придет у себя мотор-коробка, потом ты ее не продашь. Вот весь вот этот комок негативных комментариев, которые ходят про китайцев, ты прекрасно их знаешь, я уверен, ты читал, смотрел, видел. Твое мнение, почему ты выбрал его? Почему ты не купил машину с пробегом? Ну, японскую, корейскую? Я понял, я считаю, что даже смотря на дороги общего пользования, на трассы, на улицы Москвы, сейчас в Китае это тренд, бояться его не надо, тем более, что все запчасти есть, есть официальное обслуживание, есть официальная гарантия у дилера. Соответственно, я просто иду в ногу со временем и не боюсь принимать решений, которые возможны, если бы у меня там был стаж побольше и возраст побольше, 10 лет назад я бы не купил себе китайца. Автомобиль оцинкован, автомобиль с надежной связкой, мотор-коробка, и в принципе, я считаю, что при должном обслуживании, а я всегда обслуживаю все у официалов, прям даже межсервисные интервалы соблюдаю по замене масла, у меня никогда ничего вот за 3 года, там, 2, ну, 2,5 года стажа ничего никогда не ломалось ни в одном из автомобилей. Негатив самый главный, что автомобиль не прошел краш-тесты в Китае, я не помню, как называется это аббревиатура их там китайских стандартов по краш-тестам, именно лобовое столкновение, оценка там 1 или 2 из 5, короче, прям совсем нельзя на нем в лобовую в кого-то въезжать. Короче, знаешь, все классно, фишки есть, машина красивая, но если, не дай бог, лобовое, то хана. Условно говоря, да, вот, а поскольку мы любим ездить в другие города, по России путешествовать, по трассам ездить, это, конечно, ну, можно сказать, что это тот немаловесомый фактор, на который мы просто закрыли глаза. Вот и, так сказать, любой минус нужно рассматривать как плюс, не будешь отвлекаться на телефон за дорогой, будешь держать руль двумя руками и особо не гнать, таким образом, как минимум, хотя бы попытаешься срезить низк потенциальный, о, смотри, о, аварии и так далее. О, нашел, нашел. Значит, открываем. Без электропривода багажник, соответственно, нас здесь встречает, я считаю, что небольшой, не маленький, после Lada Vesta SV Cross мне любой багажник кажется маленьким, потому что там прям можно двух людей положить и везти их куда-то. Слушай, ну, чем-то, например, багажник Kia Rio X-Line, вот, плюс-минус какие-то такие размеры по вместительности, есть дополнительный пол, открываешь всякую мелочь, можно накидать, ну, и, собственно, наверное, внизу лежит докатка. Поэтому чем-то вас прям удивить в этом багажнике невозможно, но если сложить задний ряд сидений, то ровный пол будет? Почти, нет, ровный не будет, чуть-чуть все равно будет наклон, да. Грузился уже, перевозил какие-то вещи? Перевозил бабушку с дедушкой на дачу, никаких проблем, в принципе, не было, все, что надо было, все вместилось. И, в принципе, автомобиль вот при нагруженном состоянии чувствует себя гораздо лучше, чем та же Lada, даже SV Cross, которая вроде бы большая, вроде бы, ну, нормальный автомобиль B-класса. Этот автомобиль и держал дорогу лучше, и не было крена в сторону бабушки и дедушки, то есть как бы подвеска отрабатывала, и мощность не падала. Ну, бабушка с дедушкой сзади же ехали, правильно? Они ехали справа, да, спереди и сзади, по правой стороне. А что сказали вообще сами, как? Они были в восторге, конечно. Или хрень купился? Было комфортно, особенно я переживал за дедушку, который ехал впереди. У него там больная спина в силу возраста, сиденья спортивные, с выраженной боковой и поясничной, и бедерной поддержкой. Бедерной, не знаю, так можно говорить. Соответственно, деду было комфортно, хотя он человек 100-килограммовый, даже, может быть, больше грузный старый человек, ему было комфортно. Слушай, ну давай немножко поговорим тогда про деньги, про работу, потому что, ну, я уверен, у людей возникнут вопросы. Ну, во-первых, смотрите, ты по-честному ответил, откуда стартовый, скажем, бюджет на покупку квартиры. Ну, вот так вот. Человек-москвич, досталась квартира по наследству, ну, а что делать? Поделили порвну на семье, это зафиксировали. Второй момент, который мне интересен. 12 лет ты работаешь диджеем, диджеем ты можешь одну ночь заработать что-то, потом месяц не заработать ни хрена, или как? Вот вообще, что удается зарабатывать, тем более сейчас? Ну, за 12 лет, в принципе, я вышел уже на более-менее стабильный, так скажем, график работы, который не дает особых просадок, то есть даже если совсем нету каких-то прям, ну, мы это называем жирных диджей-сетов, то что-то я все равно, там, какой-то минимум, ну, точно заработаю. Плюс также за последние четыре года я развиваюсь в маркетинге и в организации мероприятий для ресторанов и баров, также с этого определенный доход имею, как ИП. А если парень молодой сейчас посмотрит, скажет, о, блин, диджей, крутая работа, вот 20 лет ему, там, два, не вам, 30 лет ему, и он скажет, блин, всю жизнь хотел играть музыку, какие вообще первые ставки, вот реально, вот я пришел, сказал, блин, ребят, я диджей, с чего она вообще начинается? Вот минимум, средний и топовый диджей по Москве, за час, там, за два, сколько вам платят? Я понял. Ну, если мы говорим про цифры, то минимум, это, наверное, ну, тысяча рублей, будем считать. За час? За час, да, тысяча, полторы тысячи рублей за час, это вот какая-то прям база, основа, самое начало. Дальше идет 3-5 тысяч, я сейчас нахожусь в сегменте 5-10 тысяч за час. А сколько вот я беру, тебя как берут, на час или там на три часа, как? Обычный диджей-сет длится от двух, ну, до пяти часов, бывает по-разному, вот, соответственно, это именно стандартные диджей-сеты в барах и в ресторанах, а также есть еще корпоративные мероприятия, где от 10 в час начинается ценник. Ну, ты вообще в целом доволен или как? Я доволен, я по образованию юрист международник, с высшим образованием, свободно говорю на английском, французском, ну, соответственно, есть диплом, вот, но, проработав три месяца в Мосгорсуде, я понял, что это прям вообще дно и не моя история, соответственно, решил заняться чем-то другим, и жизнь меня сама вывела вот на этот путь диджей, я даже никогда не думал и не хотел. Так сложилось, что я всегда любил музыку и просто сначала где-то на домашних вечеринках, на каких-то школьных дискотеках ставил просто, даже не сводил ничего, просто вот из плеера ставил песни, всем нравилось, а потом как-то оно пошло-поехало и так закрутилось, что уже объездил всю Россию с гастролями и... А как у тебя получается, ты диджей, как ник у тебя? Я не брал себе ник, я диджей Данил Азаров, вы можете увидеть меня на афишах разных баров в центре Москвы, в основном я играю в пределах Садового кольца, в центре каждую пятницу и в субботу. Ну, а ты меня позовешь куда-нибудь на свою вечеринку? Запросто. Дело мне предо... Я пойду... Можно? Запросто. Это я вырежу... Позовешь меня? Я пойду. Я позову. Диджей, сет, бар, слушать музыку. Играю я преимущественно русскую попсу, нулевых, 90-х. О, руки вверх. Да, вот эта вся тема. О, эту мы любим. И диско, диско-музыку 70-х, 80-х, то есть такой более-менее взрослый формат. Итак, рубрика «Мнение оператора», которого обычно никто не спрашивает. Я уверен, что эту машину ты в своей жизни видишь впервые. Вот что ты скажешь? Внешний вид, интерьер. Ну, давай начнем с внешнего вида. Вот приезжает тачка «ФАВ». Как он тебе? Неплохо. Нет какого-то однозначного «да», «нет». Неплохо, недурно. Сзади нравится больше, чем спереди. Вот такое мнение. Короче, визуально плюс. Больше плюс, чем минус, однозначно. Когда мы открывали дверь в салон, подходи, показывай. Ты подходила, смотрела. Я видел, ты заглядывала сюда. Я подглядывала. Вот это сочетание бордовый с черным, вставки, что-то типа под дерево, интерьер автомобиля. Как тебе? Я уже, глядя по съемкам, подглядывая в салон, заметила такую закономерность, что уже можно отличать китайцев. Здесь похоже на предыдущий. Именно панель управления, руль вот этот такой, больше маленький спортивный, салон сам по себе, сидение спортивное. Вот это уже такая черта китайцев. Мне нравится. Поэтому я не могу сказать, что нет, потому что это новый автомобиль и узнаваемые уже для меня лично салоны. Узнаваемые. Слушай, а что, дверь с шумкой, что ли? Это я вот хотел на дельце рассказать. Как раз он более молодежный такой, какая-то черта агрессивности в нем прочитывается, проскальзывает. Говорю, особенно вид сзади, колеса. Даже не знаю, как в целом это объяснить. Ну вот само название, это сочетание китайская машина Fav Best Tune. Best Tune. Ну, название как раз из разряда вообще, что это так себе, неприкольное, неинтересное. Мне не нравится именно название. Короче, китайцам реально нужно лучше работать для названия на нашем рынке. Те же самые Fav. Что-то названия у них какие-то вообще неинтересные. Но с другой стороны, когда-то и BMW было, что-то BMW, что-то такое. Возможно, я не исключаю тот момент, что мы просто не привыкли. Это дело привычки. Дело вкусовщины, дело привычки, но мне не нравится. Сейчас. В целом, по пятибалльной шкале, если смотреть интерьер плюс внешний вид. Так, давайте сразу. Говорю я. Я не сборщик, не знаю крутых характеристик, не лезу под капот. Поэтому чисто по женскому мнению моего личного, вполне адекватная машина на четверку твердую. Твоя оценка автомобиля? Пять баллов, естественно. По пятибалльной шкале? Да. Ну, четверочка. Твердая четверочка, так скажем. Все покажет дистанция и время. И зима. Первая зима на автомобиле все покажет, мне кажется. И 33 минуты пролетело. Но смотрите, мне кажется, сюжет действительно получился интересным и насыщенным. Есть каналы, которые машины разбирают. Есть каналы, где люди в целом там озвучивают философию бренда, как он видит этот автомобиль, просто делают тест-драйвы. Все есть. Вот такой формат общения с владельцем, как пришел к покупке автомобиль, как размышлял, откуда деньги. Мне кажется, интересно получилось, тем более в нашем случае герой так хорошо разговаривал и было интересно его послушать. Поэтому, друзья, пишите ваши комментарии, давайте ваши советы. Зачастую они действительно очень полезные. И в дальнейшем ваши комментарии я учитываю при создании сюжета. Хочу напомнить, что у нас есть в Телеграм-канала подписаться на который очень легко. Ссылка ждет вас в описании, в первом закрепленном комментарии. Что вы увидите в этом Телеграм-канале? Туда я выкладываю подборки с машинами. Вот недавно вышел иранский конь на наш рынок. 1 миллион 300 тысяч рублей за автомобиль на механической коробке передач. Кондей, АБС, подушки безопасности. Все есть. Заходите, посмотрите. Также выходят анонсы по роликам, которые там про недвижку. Ну и так далее. Я особо стараюсь там не спамить. Подписывайтесь обязательно. На сегодня все. Честно скажу, машина приятно впечатлила. Даниил рассказал, что якобы эту машину в дальнейшем будут использовать как Ладу. То есть там шильдики поменяют, и это будет какой-то из моделей Лады. Не знаком, честно говоря. Озвучу ровно то, за что купил, за то вам продал. Поэтому изучайте, смотрите, мало ли кто-то увидит в этом автомобиле альтернативу для будущей покупки. Или скажет, нет, это все хрень, покупать не буду. Короче, ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Не размазывая кашу по тарелке. На сегодня все. Всех жду в это воскресенье с 9.00 с необычным выпуском, воскресным выпуском на канале. До новых встреч, всем пока-пока.